Приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк и сегодня Рейниматор опубликовал очередные спойлеры к клипу Найтмайрис, а также назначил премьеру вышеупомянутого клипа на эту субботу в 17.00 по московскому времени. Итак, не будем тянуть, но мы начинаем разбирать слитые кадры. Начнем с самого неочевидного. Кадры диалогов. На первом спойлере изображена Киара, и у ней в руке находится каменная чаша. Золотая чаша, золотая! И данный кадр отсылает нас к той гифке, которую мы видели в предыдущих новостных выпусках, а также к прочим слитым изображениям. И на данном кадре представлен фрагмент диалога. Я выполняла тяжелую работу, чтобы достичь этого. Ну вот как-то так. Более правильный перевод без основного контекста сложно подобрать, но я могу предположить, что она выслеживала пиглинов, и возможно нашла тот самый бастион. Ну или какую-нибудь крепость, которую мы видели на предыдущих кадрах. И поэтому я могу предположить то, что она приглашает залутать этот бастион вместе с Кейном. Хотя, может быть она просто нашла лагерь пиглинов из предыдущих спойлеров. Более точной информации до начала клипа я не могу предоставить. На втором слитом кадре уже изображены новые герои. Ну а также Кейн. Кейн стоит за барной стойкой, и возле него находятся два чувака, которые вооружились ножичками. Эти ножички похожи на обычные железные мечи, и не представляют особого интереса. Мы видим, что форма одежды этих чувачков очень схожа на гражданскую форму одежды Кейна. Саму барную стойку нет смысла обсуждать, разве только меня заинтересовала одна вещь, которая похожа на городской колокол. И возможно, возле этого колокола висит какое-нибудь объявление. Например, разыскивается король пиглинов. За него однозначно награда. И частью диалога, оказывается, является часть текста песни. А именно, самое начало. То есть, это где-то сотая секунда клипа. Если кто не в курсе, то сам диалог будет длиться где-то полторы минуты. Ну, примерно столько же, как и диалог в Call to Size Remake. И я могу предположить, что эти чувачки вооружились, потому что в таверну зашел отряд пиглинов. И, возможно, все, кто находится в этой таверне, будут убиты. Ну, а может, пиглины просто захотели покушать. Либо предложить какую-нибудь сделку. Но Назербеновцы неприветливы и захотят их убрать. Но в итоге пиглины уберут Назербеновцев. И, как мы видим, киары в этом баре уже нет. Значит, она ушла. И гифка, которую мы рассматривали очень давно, как раз объясняет эту сцену. Ну, а мы идем дальше. Обсуждать закрывающие кадры мы не будем. Поэтому переходим сразу же к спойлерам и другим слитым кадрам. Ну, и как это обычно бывает, начнем с приписки. Киары. Ассасин Назербена. Она очень умело обращается с клинками. Ее навык обращения с клинками сделал ее одной из лучших охотников на демона. Из фракции Назербена. Она способна самостоятельно зачищать бастионы. Однако, она слишком горделива. И вскоре она столкнется с противником, который сможет ее унизить. И, как я могу предположить, унизить это значит закопать под землю. Но это не точно. Как по мне, спойлерит очень многие моменты из грядущего клипа. Ну, а теперь предлагаю рассмотреть сами кадры. Итак, на первом, как собственно говоря и на втором, изображена Киара. И она находится в темном лесу ночи и, по-видимому, с кем-то дерется. И я могу предположить, что она дерется с теми пиглинами, чей лагерь, скорее всего, она и посетила. Мы видим, что она не использует ножички, которые были показаны на слитых гифках. И, видимо, она сражается с самым главным пиглином, потому что решила использовать катану. И, кстати, эта катана появлялась в анимациях Кинг Апта. Поэтому я считаю это таким камнем в огород тех, кто обвиняет Генверу в плагиате орудий реаниматора. Так как реаниматор, по их логике, тоже плагиатит эти орудия. Серьезно, они даже странную лампу украли! Это, кстати, спойлер к грядущему проекту на канале Генвера. Ну ладно, мы отвлеклись. Так вот, у ней находится катана или шпага. Тут непонятно, потому что ФС и лезвие, как у шпаги, но при этом само лезвие и рукае похожи на катану. Поэтому фиг разберешь, что это, шпага или катана. И, как я и говорил ранее, она, скорее всего, дерется с пиглинами. Но в итоге всех их порешит, зайдет в домик и уже потом начнет лутать какой-то бастион. Хотя, та крепость, которую мы видели, ну, не очень похожа на бастион. Ну, не мне судить. Но мы идем дальше. А вот на следующем кадре изображена все та же Киара. Позади нее находятся кустики и шпажная катана. Или катановая шпага. И, по-видимому, она разговаривает с Кейном. И, скорее всего, это фрагмент из диалога. И, если я правильно понимаю, это примерно тот же самый момент, в котором она выпивает. Но потом она свалит и в таверну придут пиглины. Хотя, может быть, Киара, когда искала бастион, нарушила какие-нибудь границы. И поэтому пиглины выслеживают Киару, дабы преподать ей урок. Чтобы не лезла на чужую территорию. Но, может быть, эти пиглины не желают никому вреда. Ведь, как мы знаем, пиглины в хороших отношениях с людьми, если у тех есть золото и золотая одежда. И, думаю, смысла враждовать у них не будет. Ну, и, конечно же, скорее всего, часть золота Киара всё-таки украла. И поэтому за ней, собственно говоря, и пришли. Но, как я люблю говорить, это не точно. Ну, а мы идём дальше. А вот на следующем спойлере, который был выпущен буквально несколько часов назад, мы видим армию пиглинов. И припиской к этому кадру является следующее. Я и мои парни идём на канал Реаниматор. Потому, что через 32 часа состоится премьера музыкального видео Nightmares and Minecraft. Обязательно установите напоминание, если вы ещё этого не сделали. Но, по факту, сам клип выйдет через 24 часа. Плюс-минус, зависит от того, сколько смотрите этот новостной ролик. Ну и, в принципе, всё. А теперь рассмотрим сам кадр. На нём показано семеро пиглинов. Один с топориками, один в Незеритовой броне, видимо, с мечом. Трое с обычными золотыми мечами. И двое, так всё-таки, какие-то мешочки. Предположительно, мешочки с золотом. И, скорее всего, эти пиглины просто ограбили Незербеновцев. Ну, либо же они вернули то, что у них украли Незербеновцев. Скорее всего, в живых том лагере практически никого не осталось. Но, есть ещё вариант. Эти пиглины направляются в таверну. И несут мешочки с золотом, чтобы заплатить за еду. Но, это маловероятно. И события данного кадра происходят глубокой ночью. В тёмном лесу, в одном из мест, либо там, где находится Незербен. Либо неподалёку от их собственного лагеря. По идее, где-то тут должна бродить Киара со своим ножом. И со своей катаной. И, думаю, намечается эпичная битва. Ну, и, в принципе, на этом всё. Каких-то сверх палевных моментов, кроме слитых диалогов, тут нету. Поэтому, я с вами прощаюсь. С вами был Алекс Кларк. Всем удачи. Всем пока. До новых встреч.